МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зелень, мята, салат, огурцы, горох. Все растет без пуч, растения помещены в горшки с керамзитом. Поливать самостоятельно их не нужно. Конструкция работает в автономном режиме. Удобрения с необходимыми минералами заливаются в резервуар, который находится внутри установки, и далее компрессором вода поступает наверх и циркулирует сама заново вниз. Проект пилотный. Задача – показать разновидности гидропонных систем. Реализация задумки стала возможной благодаря конкурсу по развитию кампуса. Победителям предоставили 200 тысяч рублей площадку для воплощения идеи. Пока установки находятся в одном из коридоров инженерной школы, в будущем инициаторы планируют построить такую же мини-ферму в школе естественных наук, а также поставить 40-футовый контейнер на улице в пределах университета. В принципе, городское фермерство, в том числе и наш проект, направленный на популяризацию, то есть выращивание именно сельскохозяйственной культуры в условиях офиса, дома. Экономия природных ресурсов и улучшение качества окружающей среды – такие критерии инициаторы проекта выносят на первый план. Разработчики уверены – подобные конструкции можно установить и дома, а также довести идею до промышленных масштабов. Я думаю, что это сравнительно легкий процесс даже по отношению к какому-то типичному сельскому хозяйству. Здесь есть некие конструкции и методы, которые, в общем-то, уже продуманы. И, собственно, акцентировать внимание можно только на том, чтобы собрать эту установку, ну и дальше периодически менять в ней раствор. Сейчас молодые специалисты ищут спонсоров, чтобы дальше развивать свой проект. Предложением уже заинтересовались крупные компании. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и группа компании «Русагра». Ведутся переговоры. Главное – дождаться первого урожая. Валерия Белоус, Дмитрий Сухороков. Новости на Восьмом.